Привет, Федор. Скажи, пожалуйста, во-первых, кто, по-твоему, виноват в том, что в Дагестане случилось? Я понимаю, что многие проклинали, и ты тоже, телеграм-каналы Ильи Пономарёва, вот это самое утро, но в то же время многие обращали внимание, что, судя по всему, это, в принципе, атмосфера, которую создавал Путин. В общем, сколько во всем этом процентном соотношении каких-то зловредных телеграм-каналов и сколько в том бардаке, который устраивал Путин в Дагестане все эти годы? Я не говорю, что виноват только один телеграм-канал. Я указывал на тот факт, что координацию действий погромщиков осуществлялось через этот канал. Там конкретно писали, куда идти, там писали, давайте встретим в аэропорту и так далее. Вот про это я писал, это факт, который трудно отрицать, потому что любой может зайти и обнаружить, ну, сейчас он уже закрыт. Но есть скрины, где идёт просто координация действий. Поэтому, и тут вопрос не в том, кто конкретно читал этот канал, потому что главный способ получения информации в Дагестане – это пересылка сообщений по WhatsApp. Поэтому скрины из этого канала, очевидно, или только из этого пересылались по WhatsApp. Но это не так важно, потому что меня в этой истории гораздо больше удивило и заинтересовало то, что вообще Дагестан не живёт в зоне действия путинской пропаганды. Потому что если углубиться и посмотреть, что там люди читают и чем забиты северокавказские телеграм-каналы, то это просто трансляция пан-исламистской повестки про газу, про коварный и ужасный Израиль. И люди во всём этом варятся. То есть представление о том, что жители Дагестана сидят перед телевизором и смотрят Соловьёва и Киселёва и слушают, что им там рассказывают про Украину, они не соответствуют действительности. Люди, судя по всему, получают информацию из социальных сетей, и их гораздо больше беспокоит Газа и Израиль, чем Украина. Собственно, это они и продемонстрировали своей активностью не только в Дагестане, в других регионах. То есть выяснилось, что вот этих вот бедных, в общем-то, неблагаучных людей, живущих в бедном регионе, больше всего на свете беспокоит, что там, значит, творится израильская военщина в Газе. Это само по себе как бы провал, на самом деле, и путинская пропаганда. С одной стороны, с другой стороны, это её заслуга. Потому что, по сути, Путин пытается играть по советским нотам. То есть, что он и другое высшее руководство страны будут ругать израильские, значит, руководства, сионизм, израильскую военщину. Ну, а население, оно, значит, будет всё это слушать, но не делать из этого никаких выводов. Собственно, в советское время население из этого тоже делало выводы, потому что, если начальство ругает Израиль и говорит, что, значит, Израиль такой-сякой, то самые тупые, так сказать, бессмысленные представители населения, они обычно делают из этого прямые выводы. Раз Израиль плохой, значит, и они там все негодяи, то надо найти какого-нибудь ближайшего израильтянина или того, кто этим считается, и ему нахаймить, выместить ему в лицо как-то что-нибудь такое сказать, как-нибудь ему напакостить. К сожалению, ничего не изменилось. То есть, вот мы видим, что некоторые, не все, конечно, там, в одной Махачкале говорят по разным данным, живёт от шити сот до миллиона человек, шити сот тысяч. То есть, на этом фоне, конечно, нельзя сказать, что там прям все вышли на улицу. Очевидно, что вот эти вот отвратительные погромщики – это, ну, вот несколько сот или от силы там две тысячи каких-то отморозков. Прямо сказать, не цвет нации, судя по всему, да? Но при этом нельзя сказать, что только они вовлечены в эту активность. Мы видим, вот сейчас только что ходят по сетям заявления какой-то девушки милой, которая говорит, что в гостинице евреев мы селить не будем, будем выселять. Мы видим демонстрацию в Черкесске о том, что, значит, нам тут евреев не надо и так далее. То есть, ну, это сочетание моральной паники, то, что называется у социологов воздействие медиа, причём совсем, так сказать, не обязательно, что российских, а каких-то международных. Ну и, в общем, вот Путин заигрался в традиционализм, скажем так сказать. Он пытается играть в очень сложные игры, не понимая, что они очень сложны для тупых людей. Я уже про это говорил, да? И что меня ещё во всей этой истории заинтересовало, я предписал в социальных сетях, что вообще религиозный семитизм – это самая примитивная архаичность, антисемитизм, который вообще обычно исчез уже, допустим, в Европе. Потому что для того, чтобы люди испытывали ненависть к евреям, потому что они не так верят в Бога, надо, чтобы люди сами в Бога верили. Соответственно, в тех странах, где религиозность упала ещё в XIX веке, там антисемитизм перешёл на псевдонаучный расизм и объяснял, что евреи – они просто физиологически другие, и в этом и главная проблема. А тут мы в XXI веке, в Дагестане, мы видим пример именно такого религиозного антисемитизма. То есть живущие чёрт-игде бедно люди ощущают себя частью всемирной мусульманской умы и ненавидят живущих в Израиле евреев до такой степени, что готовы бегать по аэропорту и в трубинах искать этих самых евреев. То есть это не какая-то ненависть вот прям к какому-то еврею, который здесь у них где-то рядом ходил и что-то делал или говорил. Это такая ненависть, доведённая до кипения, к персонажу из религиозного фольклора. Ну потому что там есть горские евреи, но, судя по всему, агрессива направлена именно на евреев, которые из Израиля. То есть они же бегали, они же, к счастью, не побежали к своим соседям горским евреям, они побежали ловить тех, кто прилетел из Израиля. То есть людей, которые незаведомо в жизни никогда не видели, знать не знали, не ведать не ведали. Ну и, конечно, меня потрясла эта идея, что те евреи из Израиля, которые хотят уехать от войны, они, дескать, это делают, уезжая в Дагестан и в Карачаево-Черкесию. Вот это, конечно, можно было бы считать не смешным анекдотом, если бы всё это не обернулось вот этим безобразием. Потому что, мне кажется, приплативать надо, чтобы кто-нибудь поехал жить из Израиля в такие регионы. А вот ты подходил к этой теме? Ну просто напоследок уточните. То есть бытового антисемитизма как такового в Дагестане по большей части нет? То есть не сказать, что это будет на миллика и на десятилетия, тысячелетия? Ну нет, тоже нельзя сказать. Нет, нельзя сказать. Я сегодня как раз читал по этому поводу статью одного антрополога или экнолога, который, в общем, писал, что на самом деле проблемы с горскими евреями в этих краях были всегда. Ещё в советское время Дагестан прогремел тем, что там вышла антисемитская статья в партийной газете о том, что евреи на праздник покупают мусульманскую кровь и куда-то её добавляют. Эту статью передали по радио. Был огромный скандал на весь Советский Союз, потому что всё это попало за границу. И Советскому Союзу пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы, значит, этого как-то открести. Но в целом налицо исчезновение целого ряда общин горских евреев в этом регионе. И это неудивительно, потому что за последние 20 лет, за путинских, вот эта его политика погваживания традиционных ценностей, исвамизма, вообще религиозного мракобесия, она привела к тому, что с этих регионов кто уехал? Ну все инородки, иноверцы. Там днём с огнём несыщих какого-нибудь славянского населения, если оно там вообще было когда-то, ну в смысле, или там из других регионов России людей. Там местные, казалось бы, горские евреи, которые там жили с пятого века, их ряды, прямо сказать, очень сильно прорейдились. То есть осталось несколько крупных общин. Но, например, вот этот антрополог пишет, что были, в нескольких городах были крупные общины, от них не осталось ничего, люди все уехали. То есть там были преследования ещё и до революции, и во время Гражданской войны очень сильно пострадали горские евреи, и их там активно вырезали. Но в советское время они, значит, переезжали в более крупные города, и последний этап, вот сейчас мы его наблюдаем, то есть вытеснение горских евреев. Поэтому, к сожалению, бытовой антисемитизм тоже, очевидно, имеет место. Но то, что вот мы видели сейчас, это, конечно, не столько вспышка бытового, потому что когда бытовой, бегут бить соседи, которые рядом живут. А когда, так сказать, бегут в аэропорт встречать самолёт из Тель-Авива и ищут евреев, вот это, как мне кажется, может, я не понял, но это какая-то вообще история какого-то именно религиозного антисемитизма. То есть люди, вот эта идея, что где-то на другом конце глобуса живут неправильные люди, и они, значит, летят на самолёте, и надо бежать в аэропорт, встречать их, там, хватать, что-то с ними, я не знаю, что они с ними хотели делать, страшно подумать. Это для меня, вот это, конечно, это какой-то новый уровень, это вообще падение уровня сознания, может быть, и это новый уровень мракобесия. То есть мы понимаем, что есть регионы России, где сотня, может быть, тысячи людей живут в мире какого-то вообще совершенно средневекового, даже древнего мракобесия и фанатизма, и они готовы, не знаю, там, ловить, убивать людей только за то, что на другом конце глобуса идёт война, кого-то с кем-то, одну из сторон которого они считают своим единомерством. Фёдор, пока ещё есть время, хочу у тебя ещё спросить, да, конечно, понятно, почему эта системная проблема произошла, но про человека, который нас всех от этого спасёт, хочется с тобой поговорить, который может победить Путина. Борис Надеждин объявил о выдвижении на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива», человек из СПС. Раньше от этой партии баллотировал Ксений Собчак, но ей не повезло, но и время было другое. Сейчас Борис Надеждин говорит, что необходимо строить будущее страны, и что на эту страну будут равняться, ну и так далее. Делать такие яркие, красивые заявления. Я, может, не очень внимательно тебя читаю, но мне кажется, ты не очень веришь в перспективу Бориса Надеждина, хотя он такой реальный антивоенный кандидат, который, может быть, на волне этой войны с войной сможет как-то продвинуться. Но ты, я так понимаю, в него не веришь. Ну, не только я в него не верю, потому что проблема Бориса Надеждина в том, что он не для нас с тобой сделан. Борис Надеждин – это человек, который много лет выступал в телевизионных шоу на федеральных каналах. И в этих шоу он был такой либерал для битья. То есть его туда звали, его и невизвестного Леонида Готмана, они вдвоем не брезговали ходить на эти мероприятия, рассказывая всем, что они туда ходят, чтобы нести правду. На самом деле они играли жалкую роль мальчиков для битья. Их там, значит, им в лицо кричали, вы либералы проклятые, что вы натворили, значит, что вы сдохли либералы проклятые. Они вот утирались, значит, в ответ тоже что-то кричали, и, короче, развлекали народ. Поэтому для путинского электората Борис Надеждин как раз вполне себе подходящий либерал. А как? Почему вы говорите, что в России нет демократии, скажут они? Вот видите, вот есть Путин, Слудский, Зюганов и даже либерал. Просто он никому не нужен, за него никто не хочет голосовать. А так все честно. И то, что Борис Надеждин согласился, это, конечно, его не красит, на мой взгляд, потому что даже то, что он выдумывался от той же партии, что Ксения Собчак как бы намекает нам, что его роль на выборах столь же жалкая, как и у Ксении Анатольевны. И стоит только разница, что у нее, как говорят, был антирейнинг, но у нее хотя бы была известность какая-то. И те люди, которые бегали и кричали, давайте все голосовать за Ксению Собчак, они на это ссылались, что, дескать, она вот известная, и вдруг из-за нее все проголосуют. Как выяснилось, ее известность какая-то совсем про другое. Так вот, что касается Бориса Надежнина, то это человек и с нулевой харизмой, и с нулевой известностью. И проблема в том, что даже если все хором с утра до вечера, и ты, и я, и мы все будем агитировать за Бориса Надеждина и своего прекрасного далекого, значит, через все каналы Ютуба, мы повысим его рейтинг с нуля, там, не знаю, до 1-2%. Ну, потому что можно удвоить, утроить рейтинг, если он есть. А вот если у человека нет рейтинга, то ничего с этим не пойдет. Но я боюсь, что, так сказать, этот персонаж будет использован именно для того, чтобы морочить голову легковерным людям. Их будут всех уговаривать голосовать за Бориса Надеждина, они, значит, за него проголосуют, он получит там жалкие проценты, выйдет, скажет, выборы были честными, победил Путин, а просто за другую повестку никто не хочет голосовать. Видите, вот за меня проголосовали там сколько, про 2%. Вот это вся оппозиция. Если помнишь, Собчак именно так и комментировал в итоге выбора. Да, при этом все предсказывали, что у него будут такие комментарии, и это совершенно ее не отпугнуло. Когда выбор закончился, она именно такие комментарии дала, что рано либералам выдвигаться, зря нас либералы впускают. Так вот с нами либералами и надо, говорила Ксения. Да, и Надеждин, я думаю, скажет то же самое, и не забудет сказать, что он не победил только потому, что такие, значит, негодяи, как там Навальный, еще кто-нибудь, не агитировали за него, а то, конечно, он вышел во второй тур. Спасибо большое. Федор Кашниников, политолог, был у нас в эфире с суровой аналитикой. Спасибо, Федор.